Воспитать хорошего человека. Эта задача стоит на первом месте у многих родителей, говорит Айнур Кайсенова. Потому она старается уделять больше внимания нравственному воспитанию своих детей. Сегодня вместе с ними прослушала онлайн-лекцию «Час добропорядочности», посвященную великому Абаю. Его творчество актуально и сегодня. Репортаж Айгири Мукановой. Айнур и Нуджан Кайсеновы воспитывают троих детей. Она учитель начальных классов, а он госслужащий. Несмотря на занятость, стараются уделять максимум внимания воспитанию детей. Доброта, честность, бескорыстность – одни из важнейших качеств человека. Их и развивают с ранних лет у младших Кайсеновых. Воспитание начинается с себя, а дети – лишь наше отражение, говорит Айнур. Поэтому в первую очередь следует следить за своим поведением. Также мы стараемся с мужем, супругом, вернее, как-то не показывать какие-то ссоры. У каждой семьи бывают такие мелочи даже. Как-то не показывать это, чтобы это дети видели только хорошее. Но иногда, конечно, мы им говорим, что жизнь состоит только не из красочных красок в мире. Поэтому бывает всегда разогласие, но это надо решить как-то мирным путем. Старший сын – выпускник 11 класса. Средний учится в 6-м, а дочь Нурай в 1-м. Сейчас ребята большую часть времени проводят за уроками. Помогает им мама. Особое внимание уделяет занятиям с дочкой. Ведь сейчас она должна освоить основы знаний. И в этот период нельзя допускать пробелов в учебе. Ушлай. Нет, ищу. Бэр. Екэ. Иш. В семье также есть свои правила. Это позволяет дисциплинировать детей с раннего возраста. У нас даже дома есть свой закон нашей семьи, что каждый там, это наши дети сами придумали, чтобы каждый сам за собой убирался. Если кто-то опаздывает, там кушать готовили. У кого-то у нас по графику дома уборка. И вот так вот, что у нас порядок такой есть. Кайсеновы любят проводить время вместе. Сегодня решили посмотреть онлайн-лекцию «Часть допропорядочности», посвященную великому Абаю. Десять минут вместили в себя большое количество полезных знаний как для родителей, так и для детей. Айнур поклонится творчества поэта и мыслителя. Говорит, черпает вдохновение и слов в назидании Абая. Часть добропорядочности транслировали на республиканских телеканалах Ейларна и Балапан в 15.00, а также в социальных сетях. Показ видеоролика инициировала антикоррупционная служба. Главная задача данной лекции – это пропаганда и привитие у подрастающих поколений таких понятий, как честность, порядочность. И это все проводится именно посвященное 175-летию Абая Кунанбаева, именно в призме его слов назиданий. Что именно в то даже время Абай Кунанбаев уже тогда призывал все подрастающее поколение быть честными и порядочными. С видеороликом можно ознакомиться на сайте антикоррупционного агентства. Час добропорядочности в таком формате провели впервые. Ранее он проводился во всех школах страны во время классного часа. Агири Муканова, Михаил Казначеев, Новости МТРК.